И так, если у кого из вас есть Библию, можете открыть вместе со мной. В Евангелии Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Эти заключительные и судьбоносные слова Нагорной проповеди по своему назначению и своей исключительной особенности возведены Христом в ранг высочайшей заповеди. И именно выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди призвано выявлять из множества призванных к спасению подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. А следовательно, быть Сыном Небесного Отца – это в первую очередь обладать совершенством Ему присущим, которое по своей трансцендентной направленности выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом правду, милость и истину Творца. Если же человек полагает, что он является Сыном Небесного Отца, но не обладает и не являет себя светом, присущим Богу, то его сыновство находится под большим вопросом. И одним из определяющих факторов того, что мы обличены в оружие света – это право и способность призывать Бога или же поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине. «Призывать Бога на практике означает быть готовым к слушанию Слова, чтобы немедленно выполнить услышанное, в то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, будет являться способность посредством имеющейся веры, выраженной в повиновении глаголом Божиим, в своем духе осуществлять ожидаемое в предмете обетований Бога, которые содержатся в сокровищнице его воспоминаний, именуемой надеждой нашего упования». Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ключом же для осуществления ожидаемого или же правом призывать Бога, чтобы осуществлять ожидаемого, призван являться такой род веры, который выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу наших обетов». Псалом 49.14.15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и только тогда призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Исходя из этого повеления следует, что вера, которая не выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу обетов, не имеет права именоваться верой, угождающей Богу. А посему призывать Бога означает осуществлять ожидаемое, чтобы таким образом угодить Богу. И такое осуществление призвано выражаться в принесении Богу жертвы хвалы, сопряженной с воздаянием Богу наших обетов. Напомню, что на иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких уникальных в своем роде составляющих, которые практически призваны обуславливать весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. Так, например, со стороны человека хвалить Бога означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного места в теле Христовом, куда поместил нас Бог, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Бога, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога, в совокупности именно выполнение этих условий дает Богу возможность выполнить свою волю и привести в исполнение обетования, которое содержится в сокровищнице его воспоминаний. А вот глагол «вспомнить» на иврите в формате «жертвы хвалы» в отношениях Бога со своим народом означает «услышать и ответить, возобновить прерванные отношения с человеком, восстановить его запятнанную репутацию, заслонить человека собою, признать за человеком право на наследие, обратить внимание на человека во благо, облечь человека в свое достоинство, привести для человека в исполнение обещанное. Однако, чтобы Бог мог вспомнить в отношении нас свои обеты, мы должны представить Ему некое знамение, удостоверяющее наше искупление, увидев которое Он мог бы вспомнить о нас и исполнить в отношении нас свои добрые обеты. Исход 12.13. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Итак, знамение крови Агнца на дверях духовного нашего жилища – это свидетельство нашего оправдания, совершенного Богом во Христе, свидетельствующего о том, что мы искуплены им как от мира, так и от суетной жизни, то есть от греховной жизни, переданной от отцов, от генетического проклятия. К большому сожалению, как я часто говорю, множество людей, посещающих дворы Господни и полагающие, что они искуплены от земли, на самом деле обманывают самих себя, потому что искупление – это совместная работа Бога и человека, в которой человек для принятия искупления призван выполнить определенные условия, а именно оставить свой народ и свой дом в пользу небесного гражданства. И если человек не оставил свой народ и свой дом, чтобы стать гражданином Царства Небесного, то на дверях его духовного жилища будет отсутствовать кровь Агнца, служащая перед Богом знамением и доказательством его искупления. Отсутствие такого знамения будет свидетельствовать о том, что человек пренебрег и не реализовал данное ему Богом искупление, так как не оставил своего народа и своего дома. Слово «Искупленный» по отношению к нам относит нас к потомкам Бога или же к роду Бога и в буквальном смысле означает «возвращенный назад из плена», «выкупленный», «святыня Господня», «отделенный для Бога», «принадлежащий Богу», «оправданный Богом», «взятый Богом в свой удел», «наследующий с Богом», «связанный с Богом одной судьбой». «Касающийся вас, касается зеницы ока моего». «Возвращаясь к обетованиям Бога, содержащимся в сокровищнице его воспоминаний, которые являются надеждой нашего упования, мы отметили, что в силу своих совершенств, отраженных в своих достоинствах, Бог в отношениях со своим народом никому никогда и ничего не навязывает против их воли. Во-вторых, исполняя обетование, Бог никогда и никуда не опаздывает. В-третьих, никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока. В-четвертых, Бог никогда и ничего не забывает из того, что следует никогда не забывать. И, напротив, всегда забывает и сглаживает из своей памяти все то, что следует изгладить. В-пятых, все, от чего зависит Бог, так это от изреченного им же слова, которое Он поставил превыше всякого Своего имени. Далее, исходя из Писания, жертва хвалы, обращающая на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. Псалом 118, 171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Из этого стиха следует вывод, что человек, не позволившись Святому Духу быть наученным уставам Божиим, во-первых, не имеет доказательства пред Богом, что он относится к роду Бога, является потомком Бога. Во-вторых, сам по себе силой своих разумных возможностей человек никогда не сможет разуметь, в чем выражается природная суть жертвы хвалы, призванная осуществлять поклонение Небесному Отцу в Духе Истине. Так как естественный разум человека рассчитан на постижение только естественного и не призван функционировать в сфере Четвертого измерения, то есть в сфере Духа, для этой цели человек наделен сердцем. А следовательно, такой человек никогда не будет обладать властью входить в присутствие Бога, как ходатай интересов Божиих, чтобы призывать Бога и поклоняться Ему в Духе и Истине. Хвала, которая отвечает требованиям уставов Божиих, является для Бога знамением, благодаря которому Он вспоминает данные нам обещания и получает возможность привести их в исполнение. А посему, когда мы даем Богу обещания и выполняем их, а именно в этом и состоит назначение жертвы хвалы, то Бог вспоминает Свои обещания, данные нам в Своем Завете, и таким образом, в согласии Своего Завета, которым Он связал Себя, получает возможность исполнять их. Когда же мы пускаем Свои слова на ветер и не выполняем взятые на Себя обязательства пред Богом, Бог в буквальном смысле изглаживает наши имена из книги жизни, забывает нас. И в момент бедствия уже не вспомнит о Своих обещаниях, и мы не будем им услышаны. Вот ряд мест Священного Писания, которые подтверждают эту истину. Иеремия 15, 6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на Тебя руку мою и погублю Тебя, я устал миловать. Осии 4, 6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как Ты отверг ведение, то и я отвергну Тебя от священодействия предо мною. И как Ты забыл закон Бога Твоего, то и я забуду детей Твоих. Я отвергну Тебя от священодействия. Ты не сможешь больше входить в Мое присутствие, и я забуду те обетования, которые обещал Тебе. Второзаконие 28, 20. Пошлет Господь на Тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук Твоих, какое не станешь Ты делать, доколе не будешь истреблен. И Ты скоро погибнешь за злые дела Твои, за то, что Ты оставил Меня. Исход 33, 31, 33. И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога». То есть, взяли истину и использовали ее для того, чтобы быть материально успешными. Сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь Меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. «Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо Мною изглажу из книги Моей, того, кто увлекся материальным процветанием и оставил поиски Царства Небесного, перестал устроять из себя дом Духовный и Священство Святое, перестал являть себя гражданином Царства Небесного, не оставил свой народ и свой дом, того изглажу из книги Моей, Поэтому, исходя из этих мест Писания, исполнение и обетование Бога поставлены в прямую зависимость от исполнения наших обязательств, которым мы присягнули в завете с Богом. А посему, чтобы сработать с воспоминаниями Бога, содержащимися в исполнительной силе глагола «вспомнил», мы остановились на таком вопросе, каким образом и на каких условиях, посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком судьбоносном для нас направлении, как учение о воскресении из мертвых. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует высшая степень проявления силы Божьей, заключенная в его воскресении, которая содержится в сокровищнице его воспоминаний, нам необходимо было ответить на ряд вопросов, что или кого Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божьей в дисциплине воскресения, какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших отношениях с Богом, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в дисциплине воскресения, по каким признакам следует определять, что мы сработаем с Богом именно в дисциплине воскресения, или же обличены в это воскресение и представляем это воскресение. Исследуя вопрос первый, какие действия Писания рассматривает под высшей степенью проявления силы Божьей, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божьей с одной стороны многозначна, многогранна, многообразна и многофункциональна, а с другой сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в личности Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть им воскресение и жизнь, верующие в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11, 25. Рассматривая же вопрос второй, какие конкретные действия призваны выполнять дисциплины воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы отметили, что изначальные действия, которые призваны выполнять дисциплины воскресения в отношениях Бога с человеком, это возрождать нас из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1, 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели, что откровение и познание Иисуса Христа, ведущего нас к упованию живому, действительно стало возможным только благодаря Его воскресению из мертвых. Римлянам 1, 4. «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Во-вторых, назначение дисциплины воскресения в отношениях Бога призвано сделать нас наследниками жизни вечной. Послание апостола Павла Титу, 3, 7. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Исходя из данного утверждения, оправдание благодатью – это ключ к упованию на Бога, призванному привести нас в совершенство, присущее нашему небесному Отцу. И таким образом сделать нас наследниками жизни вечной. В силу чего упование на Бога предстает пред нами как составляющая, которая определяет Царство Божие внутри человека. Исходя из этого, наличие в человеке упования на Бога – это не что иное, как сертификат на наследие жизни вечной. А посему человек, который полагает или же думает, что он имеет оправдание по благодати, но в то же самое время не может и не разумеет, как привести доказательство своего упования на Бога, обманывает себя и на самом деле не имеет оправдания в своем духе. Потому что само по себе оправдание как ключ к упованию на Бога – это высшее проявление силы Божией, действующей исключительно в учении о воскресении. Римлянам 4,25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть учение об оправдании находится, содержится в учении о воскресении из мертвых. При этом мы отметили, что наследником вечной жизни невозможно стать по каким бы то ни было заслугам, так как для этой цели, исходя из Писания, необходимо, во-первых, быть рожденным от наследодателя, который является начальником вечной жизни. Во-вторых, необходимо выполнить условия, предписанные наследодателем, а именно быть оправданным через сработу с учением окроплений очистительной кровью Сына Божия. А посему молитва, в которой отсутствует упование на Бога, означает, что в ней отсутствует вера человека в Бога. В силу чего такая молитва не отвечает требованиям жертвы хвалы, а следовательно и не может найти благоволение в очах Божиих. И чтобы определить возможности связанные с упованием на Бога, которые являются ключом к наследию жизни вечной, мы обратились ко множественным молитвам Давида, в которых он использует свое упование на Бога как аргумент и как доказательство, дающее ему право получить от Бога всякую помощь и избавление из силков, поставленных для него. Псалом 148, 9. Исходя из этого местописания следует, что упование на Бога это доказательство пред Богом нищеты и сокрушенности нашего духа. Во-вторых, упование на Бога дает Богу право исполнить нашу просьбу и сохранить нас от силков и тянет беззаконников. Третьих, молитва, в которой очи наши, не направлены к Богу, не обладает элементом упования на Бога, потому что мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем, на то, что является нашей верой и нашей надеждой. В силу этого уповать на Бога означает полагаться на Бога, опираться на Бога, доверять Богу, благодарить Бога, взирать на Бога, являть свою веру и надежду на Бога, возводить свое строение на Боге, делать Бога своей опорою и подкреплением, делать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. Исходя из этого смысла, мы доверяем Богу или уповаем на Бога только потому, что мы надеемся на Него, что все, что Он обещал нам, Он может и силен исполнить. Так как слово надежда в Писании означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из складицы надежды, как написано. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды. Так вот, именно тогда, когда у нас будет фундамент, состоящий сокровищность надежды, откуда наша вера может черпать, извлекать и осуществлять ожидаемого, вот тогда у нас появится возможность на что-то уповать. При всем этом следует всегда осознавать, что вера, способная извлекать обетование из складицы надежды, это повиновение по велевающему откровению Бога, исходящему из узбога, данному Ему непосредственно в дух человека. А посему, прежде чем провозглашать несуществующее существующим, необходимо получить такое откровение от Бога в свой дух. И приводя на память свойства и назначения упования в отношениях на Бога, мы остановились на том, какая награда увековечена в Писании за сохранение достоинства выраженного в уповании на Бога. Исходя из Писания, упование на Бога будет вознаграждено великим воздаянием или же очень великой наградой, как написано. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Евреям 10, 35. Ну, чтобы хоть как-то лицезреть и хоть как-то дать определение сути великого воздаяния, я проведу несколько составляющих этого воздаяния, которые могут наследовать только те святые, которые сохранят свое упование на Бога до конца. Евреям 3, 6. А Христос как Сын в доме, в доме Божием, в доме Его. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Обратим внимание, из этого откровения следует некая закономерность, что только уповающий на Бога и сохраняющий это упование в предмете верности Богу до конца может быть утвержден Домом Божиим. Мы знаем, что здесь под Домом Божиим имеется в виду наши тела. Дом же Его мы. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? А Христос как Сын в этом доме при условии, если дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Чем сегодня люди хвалятся, что у них есть на счету, какая недвижимость, но когда они хвалятся упованием на Бога и правом входить во святилище, если они это сохранят до конца, то тогда Бог навеки сделает их своим домом. Это говорит о том, что очень многие дома, в которых сегодня живет Господь, перестанут быть домами и не будут навеки Домом Божиим. Вы знаете, что был храм, в котором жил Господь, но пришло время, когда он этот храм оставил. Завеса сверху донизу разорвалась и он ушел из этого храма и больше никогда уже туда не возвратиться. Никогда. Именно очень много таких людей, где Господь живет сегодня, но однажды Он оставит их и уйдет. Есть причина, почему Он жил там и оставит, но есть возможность получить гарантию, что Он не оставит наш дом никогда. Соделает Его навсегда. То есть, если мы упование сохраним до конца. Позвольте, я приведу одно место в Писании, 2-я книга Царств, 5-10-11-12. «И прислал храм цартирский послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Нам всем известно, что такое кедр, какой образ он имеет в Писании. праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Поэтому устроение дома из кедра это, по сути дела, утверждение наше царского достоинства над собственностью Бога. Мы являемся собственностью Бога. Бог искупил наши тела, наш дух и нашу душу. Мы являемся его собственностью. Теперь, для того, чтобы господствовать над этой собственностью, Давид разумел, что Господь утвердил его царем. То есть, быть царем и быть утвержденным царем разные вещи. Мы знаем, что до него был царь, который царствовал над Израилем образно, то есть, над самим собою. Но пришло время, когда он не смог царствовать над собою. Бог не утвердил его царем, потому что он не сохранил упование на Бога. В нужный момент, когда нужно было представить доказательство упования на Бога, он испугался, оставил Господа. И не последовал словам Самуила. Тот сказал, «Жди меня семь дней, осталось совершенно немного, если дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца». Вот почему важно, умирая, сохранять упование на Бога. Бог может прямо на смертном одре исполнить свое обещание и воздвигнуть тебя, и вызвать тебя из могилы. И никакие врачи, которые дали тебе смерть, предписали тебе ее, что медицина уже не имеет никакой возможности. но если ты твердо сохранишь упование до конца, что у него нет ничего возможного, невозможного, нет ничего, чего бы он не мог. Когда молодая девушка поверила, что она может зачать без мужчины, когда ангел Гавриил ей сказал, ты зачнешь в очреве своем и родишь сына, она ответила, как же я могу родить без мужчины, я мужа не знаю, я девственница. И он сказал, сила Всевышнего найдет на тебя, осенит тебя, и рождаемое будет святым. Точно так же, когда ангел пришел к Елизавете, ее родственнице, которая постарела, была бездетной, а потом постарела и вовсе уже рожать не могла. И тогда пришел ангел к ее мужу, священнику, который в это время находился в храме, и стал по правой сторону жертвенника Кадильного. Захарий испугался, а он сказал ему, что жена твоя родит сына, и он от чрева матери будет на заре Божий. Но он не поверил, он говорит, как это будет? И тогда он сказал, есть ли для Бога что-либо невозможное? Видите, для Бога нет ничего невозможного. Он может воскрешать мертвых, он может изгонять любую болезнь, он может восстановить все, что невозможно по-человечески восстановить. Когда вот это упование человек сохраняет, тогда Бог утверждает его искупление. Видите, наша сработа сохранить упование, как Бог утвердит наше искупление, как Он даст нам гарантию, что теперь наши имена не будут изглажены сниги жизни. Он теперь никогда не оставит нашего дома, Он никогда не уйдет от нас, ведь множество призванных ко спасению людей, это люди, в которых Господь поселился. Много званых, но малоизбранных. потом Он оставил всех этих званых, ушел, их дома остались пустые. Он сказал, когда-то Иерусалиму все остается дом ваш пуст. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих, и вы не захотели. Вы бросили вызов против меня, вы воспротивились мне, вы не захотели смириться, вы не захотели признать моего порядка, вы вас гордились, поэтому я оставляю вас, от того, что оставляет Бог, идет в преисподнюю. И поэтому, для того, чтобы быть утвержденными, чтобы Господь утвердил, а Господь утвердит, когда мы будем твердо уповать на Бога, мы получим свое сердце утверждение и уразумел давить, что Господь утвердил его царем. Почему он уразумел? Он уразумел, потому что был построен дом праведности. Бог оправдал его, и он был уверен в своем оправдании. Это не были уже просто слова. Если ты оправдан, ты сможешь господствовать над собою. Если ты оправдан, ты сможешь повелевать своим эмоциям, ты сможешь свои низкие инстинкты поработить, связать и сказать, молчать во имя Иисуса Христа. У меня есть Господь, у меня есть вечность. Я не стану разменивать вечность на удовлетворение обыкновенной похоти, обыкновенного желания. Само по себе желание благородно, когда мы над ним господствуем. Похоть – это тоже желание, но похотью называется такое желание, над которой не способен господствовать наш рассудок. Он берет под власть наш рассудок и заставляет нас сделать то, чего мы не хотим. Но когда мы бросаем вызов и воюем, и Бог дает нам возможность покорить свою похоть, тогда мы должны уразуметь, что Господь утвердил нас царем, что Он никогда не изгладит наше имя из книги жизни, Он никогда не оставит нашего дома. Во-вторых, награда за имение и за сохранение упования на Бога выражается в сохранении нашей души от падения мечом. Иеремий 39, 18. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь. Когда человек возлагает упование на Бога и приходит бедственное время для той страны, для того дома, в котором он живет, то Бог говорит, я избавлю тебя от меча, душа твоя будет у тебя вместо добычи, за то, что ты на меня возложил свое упование. Сегодня таким мечом являются слова клеветы, направленные на подрыв нашего нравственного облика, а также на подрыв нравственного облика авторитета законной власти. Псалом 56, 2, 5. Помилуй меня, Боже, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу облагодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, пострамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Эти слова Давид направил к Саулу и его окружению. Это были помазанные Богом люди, это было отборное войско Израиля. Давид называет, что их язык это меч. Но Бог говорит, я избавлю тебя от этого меча, если ты сохранишь на меня упование. Вы знаете, насколько действует слово помазанных людей? Насколько оно сильно? Особенно, когда этот помазанник стоит во главе, когда он господствует, когда Бог дал ему управление, и когда этот помазанник уходит в сторону, когда он перестает исполнять поручения Самуила, когда он сам становится для себя главою, когда его собственное мнение становится для него авторитетом, когда авторитет, который поставил над ним Бог, перестает для него быть авторитетом, и когда он начинает осуждать авторитет, который поставил Бог, судить его и инспектировать его, Бог говорит, я сохраню тебя. И мы видим, что ничего не мог сделать Саул со своей отличной армией, помазанными мужами, три тысячи отборных помазанных мужей, на которых пребывал Дух Божий, искали Давида и не могли его поразить. Бог сказал, я даю тебе твою душу. Он сказал пророку Иеремии во время бедствия, когда придет бедствие и народ будет уничтожаться за свое беззаконие, за то, что ты возложил на меня упование, я спасу твою душу от меча. Еще одно место Писания Псалом 51, 4, 11. Это написал Давид Псалом в отношении Дойка и Думиянина. Это пастух, главный пастух Саула, который видел Давида, когда он приходил к Авимелеху, и тот дал ему меч Голиафа и дал ему хлебы. За это он пошел и сказал Саулу, Саул пришел в город священников и уничтожил всех священников мечом. Спасся только один, который прибежал к Давиду в изгнании и сказал за то, что мой отец дал тебе хлебы предложения и меч уничтожены все. Весь город священников с детьми, с женами и сами священники все уничтожены. Все пали от меча. На них донес Доик и домеянин. И вот что написал Давид или же молитва такая, которая стала песней, потом ее пели израильтяне во все поколения. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный, зато Бог сокрушит тебя в конец, изринит тебя и исторнит тебя и жилище твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут, вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, и укреплялся в злодействии своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими. Посмотрите, что делает Господь, когда люди на Него надеются. Какая награда? Он спасает людей от этого меча. И поэтому я знаю, что сегодня очень много людей по всему лицу земли находятся в таких собраниях, где пастора их стали саулами, дойками и дуньянинами. Вот такими. Они извратились свои пути, они начали хорошо, но закончили плохо. Они действительно были помазаны, действительно были благословенными, совершали войны Божии, но потом возомнили о себе, стали свое мнение ставить выше мнения того, через кого Бог их поставил. И стали угнетать истинных помазанников Божиих, которые стоят в истине. Стали искать их убить, и им пришлось замолчать, уйти в пещеры, убегать, потому что их слова являются обыкновенной силой, которая может уничтожить, человек может поверить, испугаться этих слов. Но Бог говорит, за то, что ты сохранил упование мое, свое, на меня, я сохраню тебя от меча, и душа твоя тебе будет вместо добычи. В-третьих, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в радости сердца о спасении, которое даровал Бог. Псалом 12,6 «Уповаю на милость твою, сердце мое возрадуется о спасении твоем, воспою Господу облагодетельствовавшему меня». Давайте обратим внимание, что упование на милость в результате человек получает радость о спасении. Посмотрите, сколько сегодня святых находится в унынии, в большом унынии. Они не могут получить в своих молитвах нечто материального, и они настолько унылы, либо они перестали чувствовать Господа, как будто бы Его можно чувствовать. Да, иногда наша такая эмоциональная сфера чувствует сверхъестественную силу, но вы должны понять одну суть, что наши эмоции не способны отличать сверхъестественную силу Бога от сверхъестественной силы дьявола. Наша эмоция, наше тело может чувствовать сверхъестественную силу, но она не может отличить эту силу, Божья она или нет. Отличие находится в духе человека. В духе человека человек может отличать эту силу независимо от того, есть она на теле, чувствует он ее или не чувствует. А от этого очень многие людей пытаются просто, если они в теле чувствуют, они пришли на собрание или куда-то и почувствовали сверхъестественное нечто, это для них уже является эталоном. Здесь Господь, забывая, что это может быть дьявол, потому что не таким образом нужно определять здесь Господь или не здесь Господь. Здесь или не здесь Господь нужно определять по исполнению заповедей, по тому, есть ли Божий порядок, как все идет, а не потому, Господи, ты здесь один человек говорит, Господь ему говорит, да, я здесь. Потом прошло две недели, он говорит, Господи, ты здесь? Он говорит, нет, я уже ушел, меня здесь нет. И он объясняет, поэтому я покидаю это собрание, Господь был здесь, я теперь ушел, и я тоже ухожу. Господь мне так сказал. Да нет, Господь так не говорит, у Него есть Слово, и мы по Слову должны понимать. Вот смотрите, человек должен радоваться. Если он действительно уповает на Бога, он, знаете что, он начнет радоваться, что он спасен. Вы представляете, сколько людей, верующих, марширует в ад? Писание говорит, многие идут широкими вратами, пространным путем и маршируют в ад, думая, что идут в рай. А эти люди не радуются о спасении. Эти люди радуются, когда Бог машину дал, дом дал, зарплату повысил. То есть радуются, когда вот они чувствуют мурашки по коже идут, они радуются, вот идущие. Радуются, когда люди каются, вот они в основном, когда много людей каются. У них все на то, чтобы приобрести много людей. И радуются, когда они отдают что-то. Они не радуются о Господе. Они радуются, когда они что-то для Бога делают. А не когда что-то Бог для них делает. То есть, когда они радуются об этом, они не радуются о спасении, которое дал им Бог. Они радуются от того, что они могут что-то делать. Так они думают, что делают для Бога, но на самом деле они делают для себя. Потому что настоящее упование на Бога вызывает радость о спасении. Я спасен. Весь мир осужден. Представляете, когда люди находятся в жутком состоянии и все обречены на смерть. И приходит одного человека оттуда, он тоже обречен на смерть со всеми. И вдруг приходит какое-то высокое начальство и его выводят оттуда. И говорят, ты не погибнешь с этими людьми, ты спасен. Что он будет ощущать? Вот приблизительно так. Господь взял нас из общей погибели. Весь мир обречен. Все политические системы обречены. Все скоро сгорит. Божий суд неизбежен. Он идет. Церковь должна невеста поднять голову, восклонить и радоваться. Но она не радуется. Она не радуется. Она возмущена. Она ищет чего-то другого. Она не радуется своим спасением. Псалом 44, 8, 9. Речь идет о Христе. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих. Все одежды твои, как смирно и алой, и кассия, и щертога в слоновой кости, увеселяют тебя. Обратите внимание, спасение будет увеселять нас. Одежды, которыми Бог нас одел, оправдание, будут увеселять нас. Если человек говорит, я оправдан, я искуплен, но ходит унылый, мрачный, неудовлетворенный, неспокойный, это говорит об очень плохом. Это сигнал. Подумай о своем спасении, что ты спасен, что ты не потерял Бога. Тебя ожидает великое будущее. Когда ты начнешь радоваться о Господе, Господь, возможно, что-то сделает материальным для тебя, потому что это его прерогатива. Ты унылый, потому что ты взял на себя эту тяжесть, которую Бог взял на себя. Он говорит, ты ищи меня, и я дам тебе мой дух, но я категорически тебе запрещаю искать материального. Это моя прерогатива, это моя роль. Поэтому это очень важно понимать, что признаком того, что мы уповаем на Бога, будет радость о спасении. В-четвертых, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в наследовании обитованной земли. Псалом 36, 9. И это не единственное место. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Наследовать землю, на которой постоянно сосредоточены очи Господа, означает изгнать укоренившиеся на этой земле чуждые народы, не имеющие причастия к Израилю. Под этой землей, о которой говорится «наследственная земля», имеется в виду наша способность господствовать над Духом. Человек, который не владеет своим Духом, «разрушенные стены» написано, он не владеет своим Духом, слабый Дух его. Здесь имеется в виду, земля – это наша почва, куда Господь дает Слово, куда попадает семя Его Слово, и которое может рождать что-то. Бог говорит, это моя земля. Много земель, но Бог взял хананскую землю и сделал ее прообразом спасенного человека. Почва сердца духовная. Вот это прообраз хананской земли. И он говорит, ты будешь наследовать эту землю, если ты будешь уповать на меня, я дам тебе в наследие эту землю, ты сможешь ее наследовать. Израиль – это достоинство, обуславливающее человека, облеченного властью призывать Бога или же поклоняться Богу, как своему небесному Отцу в Духе и Истине. Он это дал для Израиля. Под наследованием или же владением обитованной землей, я уже сказал, Бог подразумевает владение самим собою для Господа. А для этой цели необходимо отделить себя для Господа, то есть осветиться, оставить свой народ и свой дом. Такой род освящения является доказательством как нашего искупления, так и нашего упования. Если Бог говорит, я дам тебе эту землю, а чтобы ее взять, что-то нужно делать. Нужно оставить тогда свою землю, свой народ и свой дом и последовать в эту землю. И не просто войти туда, а изгнать эти народы оттуда, но для того, чтобы изгонять, надо оставить свое. А посему, какие бы добрые дела в своем понимании не творил человек, чтобы угодить Богу, если он не может представить доказательств своего упования на Бога, выраженных в оставлении своего народа и своего дома, то все его добрые дела будут инкриминированы ему Богом как производство зла. Ибо делающие зло истребятся. Здесь говорится, что если человек не имеет упования на Бога, не оставил свой народ и свой дом, чтобы наследовать землю, то он является злым человеком, он делает зло. И такие горе, добродетели рассматриваются Писанием противниками Бога и подлежат самоистреблению. Притча 24, 19, 22. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности». Злой – это человек, у которого нет упования на Бога. Светильник нечестивых. И здесь не имеется в виду люди неверующие, имеется в виду люди, которые находятся в церкви. Светильник нечестивых угаснет. Идет продолжение. «Бойся, сын мой Господа и царя». «Бойся, сын мой Господа и царя». «С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает». Проповедуя с этого места о том, кем является церковь, что Бог наделил ее необычайными полномочиями править миром, подставлять царей и низлагать царей, сделал ее светом своим представителем, отвоевал то, что потерял Адам, и передал снова церкви. Церковь в лице душевных людей снова потеряла это, как мы говорили. Она допустила мятеж среди себя, бесчинство, непризнание посланной Богом власти. В результате этого пострадала не только церковь, но и мир. В мире начались смуты, разделения, бедствия, революции. И я привел пример, как сейчас на Украине фашисты пришли к власти. И вы знаете, что произошло? Я никогда не смотрю интернет, никогда его не читаю, никогда не хожу, какие отзывы и ни с кем по интернету не сообщаюсь. Мое место – кафедра, и здесь я провозглашаю истину Божию. Я строю непоколебимое царство Бога. Я гражданин неба. Я оставил мой дом, я оставил мой народ. Я искуплен, я оправдан. И к этому я веду тех, кого Бог дал в мою ответственность. Мне говорят, пастор, интернет взорвался. С Украины очень много людей возмущены. То есть ставят ультиматум, если ты не покаешься в течение месяца, мы тебя то и то и то. Это наше правительство. Как ты назвал нас фашистами? То есть наше правительство. Наконец мне звонит один из пасторов, кричит, дай людям ответ. Столько вот. Почему ты не отвечаешь? Как ты мог так сделать? Я тебе посоветую не лезть в политику. Я вот церковь на Майдан повез. И мы все это видели. Ты смотришь только РТ. Ты неправильно смотришь. Это наше правительство христианское. Я говорю, я вообще-то не имел в виду, чье правительство и как. Я имел в виду церковь. Я проповедовал о церкви. И я сказал, что мирские системы становятся заложниками того, что происходит в церкви. Если бы это произошло в Анголе, в Корее, я бы сказал, вот так, как в Корее. Вот я как сказал здесь. Я спросил его, кто это здание поджигал? Это же неофашисты, это же бендеровцы жгли. Кто? А кто это правительство выбрал? Майдан выбрал? Это же не Украина выбрала, это выбрал Майдан. Поставил их. Это нелегитивное правительство. Однако, я говорю, если говорить, кто лезет в политику, я могу говорить о политике, когда Бог повелит мне это. Я просто говорил о церкви. То есть, здесь говорится, сын мой, с мятежниками не общайся. Майдан незалежности – это место, где собираются мятежники против царя. И вдруг дети Божьи там очутились. Боже мой! Я обращаюсь сегодня ко всем братьям-украинцам. Не меняйте Майдан незалежности на непоколебимое царство. Либо вы отречетесь и покаетесь в том, что вы возили туда святых, получали по 200 гривен, чтобы там стоять. Потому что без этих вооруженных людей, без этой банды, вы никогда бы не поставили это временное правительство, которое нелегитимно. Вы выступили против вашего президента. А Бог говорит, бойся Господа и царя. И с мятежниками не сообщайся. Это был мятеж. Поэтому я взываю ко всем верующим, находящимся на Украине, поддерживающим Майдан незалежности, покаяться. И это я говорю с кафедры. И не боюсь. Я верю, что найдутся мужи и жены веры, которые не променяют непоколебимое царство на Майдан незалежности, который провозгласил смерть москалям, жидам и неграм. Москалей они имеют в виду русских. Будучи неграмотными, они даже не знают, что москаль – это солдат. Тарас Шевченко был москалем 25 лет. Это люди, проходящие воинскую службу у царя. Их назвали москалями. Не русских называли москалями, а просто солдатов. Тогда не было белорусов, украинцев, а все были одно. Поэтому это наши братья во Христе. Бог попустил такое, потому что в церквах был непорядок, в церквах был бунт. Люди не признавали власти, люди критиковали пасторов. Вот вам Майдан незалежности результат. В-пятых, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в полном числе лет. Псалом 54-24 Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на тебя, Господи, уповаю. Из данных слов можно заключить, что уповающий на Бога никогда не уйдет в путь всей земли в приполовине своих дней. Что означает, что уповающий на Бога никогда не уйдет в путь земли, всей земли, пока не выполнит своего предназначения? А посему прожить полное число лет означает совершить свое течение и сохранить свою веру или же выполнить свое предназначение, выраженное в том, чтобы прийти в единство веры и познание Сына Божьего, в Мужа Совершенного, в полную меру возраста Христова. Вот в чем заключается полное число лет. Некоторые думают, что полное число лет заключается дожить до 90, до 120. Нет, полное число лет заключается прийти в полную меру возраста Христова. Если ты в 30 лет придешь в эту пору, ты прожил уже полное число лет. Иоанн в 30 лет ушел, но это не означает, что его в половине лет забрали. Он выполнил свое предназначение. Он провозгласил, вот он, идущий за мною сильнее меня. Он был самым великим пророком, который непосредственно был глашатаем Мессией. Поэтому мы должны понимать, под полным числом лет имеется в виду выполнение своего предназначения, которое Бог нам назначил, чтобы мы пришли в полную меру возраста Христова. Ефесянам 4, 11, 16. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Таким образом, мы видим, что люди, уповающие на Бога, смогут выполнить свое предназначение. Так как наше время истекло, мы сейчас будем молиться, и все желающие уповать на Господа, могут прямо сейчас сказать, Господи, я на Тебя уповаю, не постыжусь. И Господь начнет действовать, Он начнет давать знаки упования, потому что все, кто уповает на Бога, Бог обязательно исполнит то, что Он обещал вам. Он даст возможность выполнить свое призвание, даст возможность победить болезнь, даст возможность возрадоваться тем, что мы спасены. Склоним наши колена, будем молиться, приготовим себя к величайшему таинству, к принятию хлеба, принятию вина или же тела Господней, крови Господней. Будем молиться. И все желающие бросить вызов проклятию, болезни, греху. Мы ждем вас, чтобы помолиться за вас и открыть путь к обетованиям Бога, которые Бог положил на ваш счет. Песня. 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 Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11-23 стиха. И боятся моего Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, Примите и едите более тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерей сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Согласно данного устава о том, как принимать вечерю, всякий, кто заключил завет с Господом, поверил в Иисуса Христа, и не находится на отлучении, на замечании, не имеет обиды на кого-либо, не имеет тайного греха, может смело подходить и принимать. Дух Святой будет в буквальном смысле действовать, и жизнь Бога будет проливаться в наши сердца. Мы будем принимать жизнь с избытком. Он умер, но Он воскрес. Когда мы говорим, возвещаем смерть Господню, это говорит о том, что за смертью следует воскресенье. Иисус прямо сказал, что кто не будет есть тело Моего, тот не будет иметь в себе жизни. Поэтому я попрошу всех встать, и мы сейчас все вместе будем молиться в опресноке. И после молитвы Он трансформируется в тело Господне. И в Нем будет та же сила, которая в жизни Бога. Это будет самый высокий инчуринс, самое великое чудо, которое когда-либо человек имел, не имеющий аналогов в мире. Когда мы будем уповать на то, что Дух Святой будет действовать таким путем, то Он получит возможность действовать для нас. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, заломи мое тело. Да будет благословен сей опреснок в предмете тела Твоего, когда он пойдет по рядам народа Твоего. И мы будем прикасаться и есть от Него. Да принесет Он нам исцеление Твое и жизнь Твою. Да будет попрано всякое проклятие, всякие вирусы и всякие болезни. Да канут в лету все изречения врачей о смерти и болезни. Да пойдет это исцеление по рядам народа Твоего. Да вкушает это исцеление наследие Твое. Да радуется о спасении Твоем. Благодарим Тебя. Поклоняемся пред этим опресноком великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста. Ряд, которым подходит, встает, каждый преломляет сам. Это знак того, что мы смирились. Знак того, что мы своими грехами преломляли тело Христа. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Да будут в смерти Господа Иисуса прокляты ваши болезни и немощи, да канут они в лету, да будут они брошены на голову дьявола, а святые Божии да возрадуются во спасении Его. На пасхальной вечере всякий раз, когда она проходила, она проходила в течение всей ночи, это была всеношная. Там пелось очень много песен. В основном это были песни Давида, хотя были и других авторов. Псалом 26, одна из любимых песен евреев, которая пелась во время пасхальной вечери, поется и сейчас. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Неважно, что этими противниками могут быть вирусы и болезни, генетическое наследие, оно будет уничтожено. Потому что всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если полчаться против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. И я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня, и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо Отец мой и Мать моя оставили меня. Но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце Твое. Надейся на Господа. Встанем, пожалуйста, и будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за новую чашу завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем пить из нее, да будем благословены пред лицом Твоим, и да будет это благословением для нас и жизнью, да будут разрушены все проклятия в жизни нашей через пролитие этой святой причистой крови. Благодарю Тебя за нее с народом Твоим и поклоняюсь пред нею. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благодарю Вас. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как Вы служили друг другу в преломлении хлеба, послужите в принятии чаши. Чаша – это Христос. Одна на весь мир, на все века. Изливаемая в оставлении многих грехов, способная очищать человека от всякого рода греха. Ибо всякий раз, когда Вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 17 Эта молитва излилась из сердца Давида, когда Господь избавил его от всех врагов его и от рук Саула. Она была обращена в песню и также пелась и поется на пасхальной вечере. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал. И Он услышал от чертога своего голоса мой и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и вскаливалась земля. Дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева его и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил Он небеса и сошел и мрак под ногами его. И воссел на херувимов и полетел и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим. Сенью вокруг себя мрак. Вот облаков воздушных. От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь и Всевышний дал глаз Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы Свои и рассеял их. Множество молний и рассыпал их. И явились источники вод. И открылись основания Вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Бог благоволит к тебе. Он избавил тебя. Если даже тебе кажется, что ты все еще не избавлен, ты должен знать, что Он уже избавил тебя. Ты можешь назвать несуществующего существующим и поблагодарить Господа за то, что Он избавил тебя, потому что вы приняли Его тело и Его кровь в себя, стали причастниками Его естества. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно пришли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Аминь.